А так, значит, с ним, конечно, так можно было говорить. Вот, и, понимаете, значит, и спустя только лишь годы, уже взрослым будущим человеком, я стал понимать, что имел дедушка, понимаете, некоторые вещи. То есть, ну, когда еще пацан, что соображаешь, понимаете, тем более, ты же не переспрашиваешь. Здесь, в культуре, да, в украинской савиации, в культуре, да, принято переспрашивать, ну, там не принято переспрашивать, там ты не можешь просто вот эти, ну, совсем другое, другое слово. Вот здесь, например, я еще помню, я рассказывал на встрече на Севастопольских площадях, когда общались, встречи у нас еще на служителе, как раз участвовали, пересматривали. Значит, и я как раз говорил, что порой некоторые культурные вещи не дают нам, как бы, ну, правильного восприятия, что ли, ну, друг в другу, даже, согласия между друг другом. Потому что мне было странно, допустим, когда мы приехали в Россию, в Сентральную Европейскую, то спал волжья. Я оказался в русской среде, уж никогда, скажу. Мне было очень странно, что, допустим, ну, младшие, без всякого комплекса, ну, совершенно, как на рамах почти, со взрослыми общались. Это было так странно. Там у нас было, ну, так говоря, одни классные. Вот у нас были братья двоюродные, да, у нас много было братьев. Там Рашид, Рабиль, там Рафик. И с кем росли другие? Других меньше стал. Вот. И, что-то, что интересно, мы были кликаны однокодками, и, ну, больше, меньше, в несколько месяцев разница. Но, я помню, очень четкие правила. Они не должны вам теперь внушать, просто, ну, как бы, само собой, ну, как-то естественно, само собой разумеющееся, что-то было. То молчали, как он говорил, знаете, по-умолчали. Вот тот брат начинает говорить, он всего лишь, там, на несколько месяцев, там, 2-3 месяца старше меня, но я уже не могу уговорить уже. То есть я не имею право, ну, открываясь к ротству, то есть он говорит, значит, я замолкаю сразу, хотя он может ближнему правду, допустим, да, я не могу уговорить. Вот, и то, что, когда я начинаю говорить, допустим, если, то там, другой брат, он чуть меньше меня, потому что несколько месяцев свойнешь, там, разница. Но он не может говорить уже, потому что я уже начал говорить. То есть всё очень чёрт и правильно. Ну вот, ладно, да. Поэтому мне было очень странно, когда, значит, у меня казалось, что совершенно нет никому порядка. Когда приехали варём, то мне казалось вообще полный беспредел, полный беспорядок вообще. Кто с кем, кто как вообще. Вот, и мотивились, но я увидел в первую жизнь пьяных людей на улице. Ну да, вообще жутко было просто. Жутко было. Вот, помню, я у меня первый пьяного, я уже второй класс уже пошёл. Вот, и он был мужчина, взрослый мужчина, и он валялся, вот, прям в грязи, он еле мог лыком вязать, как говорится, да, что-нибудь поднимался снова. И мои, там, шли на классные дети пьяные с одним. Ой, я просто развивился, плакал просто. И он взрослый, мужчина, и мужик, да, и он не может подняться даже. Настолько он, ну, как скотина просто вообще, валяется. И он просто, я убежал, по-моему, и плакал. Вот, магой, значит. Потому что, ну, мне было страшно. Вот, и... А для них это было обычное зрелище. Вот, пьяный мужик валяется. Вот, т.е. я такого не видел, слава богу, значит, детстве. Что в раннем лесенке, по крайней мере. Вот, и у нас, ну, чай пью все, там, собирались мужики. Ну, чай, 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 чай. Вот, и мне это больше, ну, ну, такое нормальное общение. Ну, когда люди приходят на праздники, уходят, ну, с резными мыслями, нормально все. И никто никому не васядывает отношениях, кто хочет чай в ухо. Хм-хм. Кстати, все, так, нормально. Да. Ведяло, в обочаях, что там была в этой вопросе. Пятальники, а когда мужчина, человек, говорили, жинка замалкала, замалкала. Там, которого нету. Как здесь, хе-хе-хе-хе-хе. Не, не, не. Не, не. В общем-то, да, наверное, шаг был поймой, этот турецкий, был в шоке, наверное, пришла такая, рада девушка там, есть гайки в башню, а в сковородке и там, да, он был должен совсем развестись вообще, показал эту девушку, причем был пихо, да, не, ну он был счастлив, в общем-то, пока не жаловался. Ну да, там да не в чём, как много из него забили вообще, вот, но, другая культура, конечно, совершенно, но я сейчас к чему ещё говорю об этом, потому что вот порой разные восприятия и христианами, по татарски это звучит странно, но это похоже как на христианину, как бы человек креста, буквально при бескресле, человек креста. Но имеется в виду, как я потом уже понял, уже взрослым человеком, имеется в виду христианин. А так вот в отодавстве он как человек Христа. И бывает просто шел, и если видеть не путевого человека, а буквально человек Христа. То есть не работает, у дурака боляет, то есть не боляющий человек. Вот как бы, то есть понимаете, представляете, то есть это в среде вот этих вот старых людей, христианина, как ругательства было даже. Вот примерно то же самое, я вам перестану слышал, примерно то же самое. И они, по-моему, себя называют не христианами, а масихидами, или сахидами. Масихидские мусульмане. Татарская культура тоже старается, они мужики, и женщины тоже есть, они там за периметром тоже. Вот у нас, видите, не проще, а ну, как Азия, как говорят, потому что я как бы, ну, вывез с этого, мне проще. И там, допустим, вот много парей, с моей бабушкой, они никогда не кушали. Вот, значит, ну, не было такого никогда. То есть, насколько я помню, то есть для них это было, ну, невозможно просто-напросто. Вот, даже если он один совершенно, хотя это было очень крайне редко, он кого-то звал. То есть, считалось, как бы, что надо сверху покушать. То есть, мне не одному. Но даже если он совершенно один оказался, он просто меня даже вызывал, хотя тоже не принято здесь прикушать. Вот, значит, но меня вызывал, и вот сажал возле спяточки, и вот чай, помню. Ну, с детства не вряд ли уже наблюдать как дедушка приоритет. Вот, но самое интересное, что Бог, он выше всех наших этих представлений о нем. Национальных, культурных, разных традиций, обрядов, обучаев разных. И не важно, в каком культуре мы выросли. Важно то, что небо открыто сегодня на всех, для всех нас. И Бог желает жить в нас, в человеках. Вот это самое великое таинство. И не важно, какое сердце, русское, татарское, украинское, американское, африканское, какое еще. Бог хочет поселяться в человеке и жить в человеке. Слава Богу! Поэтому пусть Бог благословит всех нас, дорогие друзья. Пусть Господь благословит нового завета в нас развивает. И самое великое, с чего все и начинается, и заканчивается чем? Это прощение. Я благодарю Бога, что Он меня простил. Благодарю Бога, что я прощен. И если это рай одним словом описать, то это слово будет прощение. Потому что там было прощенное, пережившее прощение, простившее. А если ад одним словом описать, то это слово непрощение. Потому что там непростившее, непрощенное, непридевшее прощение. Поэтому и рай, и ад пред человеком. Выберить можно любовь, поэтому 100% всем и всяк. Говорю всегда, когда я рублю и жалею. И благодарю Бога, что Он живет во мне. Благодарю Бога, что Он живет в нас, верующих. Слава Иисусу Христу. Аминь. Спасибо Господь за все. И из нового завета напомню из 18-го раздела главы Матфея. Это такой обновленный перевод. Я скачивал себе, но здесь еще другой вариант такой есть. И говорится, что кто важнее всех в небесном царстве? Иисус подводил маленького ребенка и оставил его посреди них. Говорю об истину, сказал Иисус. Если вы не изменитесь, не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. И вот интересно, эта глава начинается с таких слов, интересно, с такого примера. И взрослый не войдет в царство небесное. Я так скажу так. Ой, маленький дети, который в царство небесное. Потому что со своими взрослыми представлениями, это органами и вещами через него не войдет в царство небесное. И отримет, и принимаем мы его. Вот просто в простоте. Ой, а как взрослые, я понимаю, религия – это попытка взрослых найти Бога и в этих царствах небесных. По-своему, по-взрослым. Потому что там такие… Ты на столбеке живешь, что значит, там в пещере зарываешься. Можно в пещерскую лапу сходить, которые мне интересны. И там можно написать прямо на входе. Это не должно повториться. Потому что там люди лежат в виде мощей, сохранившихся частично или целиком, которые десятилетиями прожили, не выходя на поверхность. Один из них 25 или больше лет вообще не показывался на поверхности земли. Прожил там, именно в глубинах, и там и умер, и скончался. Вот другой там по кличке Многоболезненный, значит, его так и назвали с тем пор, что он, значит, всю жизнь обвалил и в молитве просил еще и еще новых экзотических странах болезни себе. И всю свою жизнь, понимаете, ну, началось с того, что он был вообще-то, что он был больным таким ребенком, и родители по наивности привезли его туда, ну, еще было в средней веками, в мрачность от невековья. И они, ну, как нормальные родители, хотели помолиться о его выздоровлении ребенка. Вот, и пока там замешка лезет туда-сюда, дитя осталось одно, значит, там, ну, наверное, как-то, начнем его рассказать. Вот, и, значит, монах я тут же раз к нему, и давай его расспрашивать, откуда, мол, ты, и чьи будешь там. И вот так, так, я вот болею, он пожаловал свою судьбу, чтобы, значит, родители это принесли, вот, как бы, за исцелением. А монахи его, вместо того, что давай помолимся за тебя, дитя, помолимся за твоё исцеление, они стали говорить, болеешь, и слава Богу, что ты болеешь. Потому что родители – это грешники, ты грешник, все грешники. И вот ты из-за грехи страдаешь сейчас, но просто искупляешь вот этими страданиями, ты искупляешь свои грехи, грехи своих родителей и своих умерших родственников. Поэтому больной ребенок – это, ну, просто находка для семьи. Вот это да. И дитя настолько прониклось всем этим, что он захотел остаться там среди монахов, но родители сказали, ну, пусть поживет, они же не знали, что он там вообще до конца, если их останется. И, представьте, он стал молиться, прося у Бога еще много-деного болезней, чтобы весь свою роду скупить и умерших, и живых, и прочих. Вот это да. И до сих пор на этой могиле там, ну, останутся его лежат еще, да, там, ну, как-то последний раз я был там давно уже. Вот, как зашли в эти пещеры, а мы выходили, не помню, почему мы потом… Ну, атмосфера для нездоровья. Как? Адмосфера для нездоровья, совершенно верно. И одна женщина прочитала, как по своему родственнику прям, значит, там, кричала, значит, там, а там, в пещеры, акустика такая, вы знаете, аж шерсть дыбом. Жуть такая, пол-рак, и женщина, наверное, самая хренобранная. Вот, самое интересное, вот молились люди, вот, столько поколений, и до сих пор молятся. Вот этому многоболезненному, что об исцелении. Почему? Он, как бы, грехи понес на себе. Как бы считается, он поболел за нас, за всех, отболел. Вот, и теперь ты можешь быть здоровым за счет его, как бы. На него переходятся и болезни. Вот это да. Это, понимаете, дух антихриста. Антихриста, это не просто против Христа. Это вместо Христа, в первую очередь, вместо Христа. Поставить на место Христа, там, именно Василию, не важно, какого там другого. Вот, Абдулда, кажется, этого хрияного многострадания. Хотя, я не вижу, чтобы он сам осваивался Абдулда. Значит, потому что до конца своих дней он просил, чтобы его, это, ну как, этого Абдулду, закапывали его, по слову. Значит, и потом капали, когда страсть остывал на леках. Брат, остынул, остыл, ну все, вылезай. А потом опять жениться захотелось, опять закапывать ему, значит. Короче, он провел панк. И вот до старости дожил, и все, жениться не расхотелось ему. И все, значит, он так и умер, так. В таком состоянии будущее. Вот, и вот, прикопано, так и скончался. Но зато ему стали молиться от блудной страсти. Касательно, человек, который сам, ну как, вот он, как бы, расширялся, разгорался за всех нас. Он, как бы, отстрадал за всех нас. Поэтому любой дичь, там, одержит такую страсть и похоть, он может бы обратиться, чтобы, вот, как бы, эту страсть на него переложить. Но что за блудность? Это тоже, получается, дух антикриста. На самом деле, один за всех. Ни Иоанна, ни кто-то еще. Сам Христос. И он не путем в оживлении, там, или, там, и болел всякими болезнями. Своей кровью искупил нас. Он, понимаете ли, как бы, достал, самый главный козырь, и он переклюл все, абсолютно все, полностью. И что это было? Эта божественная кровь. Она переклюла все велики всего человечества. Все проклятия, все беззакония. Эта демона, ну, что все, это уже, это его. Весь это, он все, все отыграл. Все человечество хотел захапать. Ни много, ни мало. А Христос вдруг достает из рукава. А как у него немаленькое место дал? То, что? Главный козырь. Перекрыло все, абсолютно. И потом началось. Конечно, да. Он до сих пор пытается отыграться, но на самом деле он уже проиграл. На самом деле, Иисус Христос, Господь и Спаситель выиграл эту акцию. Он спас нас. Он может обманывать лишь как шумер, нас обманывать. Что, мол, тебе нужно еще отыграться, потому что ты еще... Нет, нет, нет. Я знаю, что за меня уже игра уже совершилась. За меня уже бой совершился. И этот бой на Голгофском христе, сам Иисус Христос, он вынесся. Один за всех, и все за одного пойдут. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Господь, спасибо тебе. Благословенный Бог наш, Царь Вселенный, давший нам эту благодать. Давший нам эту благодать спасения. Спасибо, Господь, за все. Спасибо и с сегодняшний день всех святых. Боже, я, конечно, буду тебе славу за всех святых прошлых поколений. Боже, благодарю тебя, Боже, за все поколения верующих, что были на этой земле. Благодарю тебя, Господь, за каждого из них и за каждого из них. Но, Отец, во имя Иисуса, благодарю тебя за святых сегодняшнего дня. Боже, благодарю тебя за всех, кто принял твой дар божественный спасение через веру Иисуса Христа. Прощение Твое. Боже, спасибо тебе, Господь, за все. Боже, благословенный Царь наш. Благословен Господь. Бог наш, Искупитель, Великий Царитель, Освободитель. Боже, спогущи, и пусть кровь Иисуса Христа, божеская святая кровь Твоя. Боже, сегодня все человечество побудет, Боже, действительно, этому чуду духовного возрождения, Боже, спасения. Боже, благодать Твоя с нами, Боже, и пусть, Господь, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. 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 Слава Богу. Слава Богу. Вы хотели словское тоже? Нет. Я хотел бы сказать, что Максима Дениса нам нужно руководить сегодня. Серьезно? Да, прямо сейчас. Вы хотели сегодня, как Диана, положить руку? Да. 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 Я думаю, это правильно выглядит. Да. И... Подожди. 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 Вы смотрели здесь? Хорошо, хорошо. Вот, отец Алексей. Спасибо. Вот, и... Чтобы не только... Диана, но и Диана, чтобы был правильный, чтобы создавали. Да, я не понимаю. Да. Вчера здесь служили. Да. Вильдефарта служит. Да. Адеюра надо... Адеюра сегодня, день святой. Да. День святых. И мы святы. Да. 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Moscow смотри. 蓉, к"? Принакия 해주세요.